О том, что голубей на Руси издавна приручали, есть множество свидетельств. Одно из них – это летописная повесть временных лет. Так что русское голубеводство намного древнее нашей столицы Москвы. Сегодня мы продолжаем разговаривать о голубях. Для этого мы приехали в питомник «Голуби России». Здравствуйте, Виктор Иванович. Здравствуйте, Мария. Виктор Иванович, сегодня для меня огромная честь, что нас пригласили к себе в самую крупную голубятню, наверное, в мире. И тема нашей сегодняшней программы – это «Голуби». Я думаю, вы нам сможете детально и подробно рассказать все аспекты, с которыми может столкнуться начинающий голубевод. Правильно? Я думаю, да. Если будете задавать правильные вопросы, касающиеся начинающих голубеводов, то мы расскажем от «А» до «Я». Договорились. Прежде чем расспрашивать вас про сложности, которые могут возникнуть у начинающего птицевода, голубевода, я бы хотела узнать, как вы пришли к этому. Потому что, ну, согласитесь, таких масштабов, чтобы достичь, это дело надо очень сильно любить. Расскажите свою историю. Вот вы сами ответили на этот вопрос. Последнее слово – любить. Вот никаких сложностей нет, когда мы любим кого или что. Если мы любим, например, семью, для нас сложности нет никакой любить жену, детей, ухаживать за семьей. Или так же, если мы любим животных, независимо каких. Вот я, например, люблю голубей. Для меня это не то, что сложно, а наоборот, придает какие-то силы, бодрость. И вы знаете, вот на протяжении, уже я занимаюсь им 54 года. И вот достиг, почему таких вот, может быть, скажем, высот. Да высот, уж что скромничать. Вот высот в голубеводстве. Да, около ста пород голубей. Все выставки, которые проводились, не то, что у нас здесь, а также были международные выставки, любители птиц и малых животных. Это Евросоюз. Мои голуби завоевали самые большие, самые лучшие места. Я обладатель Гран-при. Это выдающиеся голуби, русская чайка. Потом несколько кубков, которые были в Евросоюзе. Ну, а в России, у нас, в Москве, я завоевал столько наград, что я отказался, уже не получаю награды в течение пяти, вот, последних шести лет. Просто их некуда уже вешать. У меня бюст есть специальный, там где-то 350, около 400 медалей. Но больше не умещается на мою шею. Хватит. То есть, да, я вот отказался, почему отказался, потому что пускай получают медали, там, кубки, награды, все-таки начинающие голубеводы, которые стремятся. Для меня уже вот это голубеводство, я ее так познал, вот это секрет, особенно, голубеводство. Я могу породу вывести или улучшить породу в течение трех лет. Но это очень быстро. Да, это очень быстро. Это мне в шесть лет подарили голубей. Рядом я жил в Бескуднику, и у нас рядом была пилорама, знаете, вот раньше вот это. А на этой пилораме был моего отца, друг, и он держал голубей. И он мне принес подарок, два голубя на шесть лет. И вот с этих лет шести. А какие тогда это голуби были? А у меня вот было, он принес красночистую чайку и какого-то страшного-страшного чаграша, такой, знаете. Беспородного. Да, беспородный такой. И они у меня жили в клетке, я так радовался, потом еще, еще как-то. И вот у меня пошло с этого, это я помню этих голубей. Вот это красночистая чайка, самочка была голубочка. А вот этот чаграш такой страшный-страшный. Но она тоже была самочка. Они не дрались. Вот они сидели так спокойно. Имена были у них? Нет, нет, не было еще имен. Потому что я как-то еще не так это. А вот потом я еще приобрел пару. И в общем у меня потом, я у нас был, это свой собственный дом, бескуденький в то время. Понимаете, я сделал голубятинку маленькую, выпустил, они меня обгоняли, слетали. И я поймал чужого. Ну чужой голубь прибился к ним. Это было, конечно, что-то такое. Ну, вот даже не могу сейчас объяснить. Это было такое. В каком вале было? Шесть лет. Ну, я представляю. И вот с тех пор, я не знаю почему-то, вот любовь к голубям до сих пор я несу. По жизни, по жизни, да, по жизни несу. А когда появилась вот первая порода, первая, может быть, какая-то экзотика, за которой пришлось либо погоняться, либо вообще съездить куда-то? Первая экзотика появилась, я вам расскажу. Мне было ровно 13 лет, 66-й год. Я накопил деньги, и мне всегда притягивали наши русские чайки. Ну, чайки – это порода, черночистые, желточистые. И понимаете, 9 мая мы с другом, это нам по 13 лет было, мы поехали на Таганку, мы все время ездили на птичий рынок, на Таганку, паковали голубей. А здесь я поймал двух голубей еще, а у меня было 25 рублей всего, 25. Это по тем временам очень большие деньги. И я увидел, там приехали мы на рынок, как раз вот первый был парад, вот в то время мы попали под парад, первый раз вот эту военную технику завозили, вот эти, знаете, ракеты, вообще было так интересно на площади Дзержинского, то есть Лубянка. И вот мы с ним стояли, и приехали мы на рынок, на птичий, и вот там сидит мужчина таких пожилых лет. А самое главное, было не так уж много народу, потому что вроде 9 мая, но тогда он еще считался, вот только первый раз его пустили, вот в 66-м году, если я… Первый парад. Первый парад, и первый раз он стал вроде выходным. И вот я купил пару черночистых чайок за 60 рублей. Это за 25, за 40 рублей, за 40. И за нами бегали пацаны, дай покажи взрослые. Мы убежали. Это хорошо, наши там ребята, был даже мой брат родной, они там рыбок покупали. Вот понимаете, в течение обстоятельств получилось так, что мы вот этих голубей спасли, а то, чтобы они у нас не забрали. То есть вот это тоже интересный случай в жизни. А так много было случаев по жизни голубеводства. Вообще голуби мне помогли всю жизнь. Вот и на протяжении всей жизни мне помогают только голуби. Это знакомство, это друзья, это разнообразие вообще в жизни, потому что можно съездить в любой город, в любую страну, в любую страну. И тебя приветствуют как самого лучшего знакомого, друга, хотя ты его первый раз видишь. Я ездил в Испанию, такой знаменитый голубевод был, сейчас его покойный, он маркиз Карл Спрас. Он был президент у нас ФЦИ, Федерации спортивного голубеводства мира. Это настоящий маркиз. Это троюродный брат короля Испании, Карл Сахуана. Я когда приехал к нему под Барселону, он настоящий маркиз, у него 10 гектаров земли, вот как показывает, маркиз в горах. И вот у него тоже много-много голубятин, тоже тысячи полторы вверх. Когда он узнал, что у меня пять тысяч, он до сих пор не мог поверить. Из четырех направлений современного голубеводства в питомнике голуби России представлены три – декоративные, высоколетные и спортивные. Здесь на селекционную работу не жалеется ни средств, ни времени, ни сил. Ну вот пять тысяч, то есть, ну, самая крупная голубятня в мире. Ну, они же сразу же не появились. Как вот, ну, сначала два, да, потом четыре. В какой момент вы поняли, что одной голубятни вам мало, а нужно вот прям… Я вам сейчас четко скажу, вы поймете, в 66-м году мне было 13 лет, у меня было 66 голубей. Ну, понятно, нужно было расти… 66 голубей, это мне было 13 лет. Но это была же квартира, это была голубятня около дома, потому что нас в частный сектор сломали, нам дали эти квартирки. И чтобы добиться голубятня, тоже были проблемы. Ну, тогда все-таки мы решали эти проблемы. Вступил я в клуб, там попросил старшего товарища, вот, ходатайство я поставил. А потом я уже, когда пришел сами в 73-м году, я сам вступил в клуб, ходатайство. Мне в химках стояло чистое разрешение. Разрешение получается, кто знает это. И вроде просто, и далеко. Надо все действовать как положено. Вы понимаете, по закону. Тогда и человеку живется легко. Вот для некоторых в мире был шок. А знаете, почему шок? Они считали, что у них самое лучшее. Приезжали китайцы, японцы, канадцы, американцы. Один американец приехал с женой, говорит, теперь я могу спокойно умереть. Раньше, когда у вас было 66 голубей, они жили в Булбятне. Условия, в которых сейчас живут птицы, тогда они как-то отличаются, требовательно вообще голуби к тому, где они живут, как они живут. Я одно только замечу и скажу. В то время, когда мы держали голубей, у нас не было болезни голубей. Вот это самое главное. И вообще голуби были очень всесильные. Потому что в каждой голубятне голуби летали. Независимо, какая погода, хозяин приходил, чистил. Сначала питомник, прежде чем покормить голубей. Он их выпускал на волю, они летали. Потом почистит, насыпает корм, они клюют. То есть шла каждодневная, каждодневная тренировка этих голубей. И иммунитет всегда был, знаете, да. Если голубей, голубь слабый. Но он с детства начинал летать. И уже, например, к году или к двум он становился матерый, сильный. И он точно такое же потомство давал. С 74-го года, того тысячелетия, наши голубеводы, как они считали себя великими, стали за счет клуба, срез клуба, выезжать за границу. Немножко пошла оттепель. И они начали ездить в страны СЭФ. Будем говорить, в страны экономической взаимопомощи. И в 74-м году они привезли нам такую болезнь. Болезнь называется Нью-Касла. Они были в Венгрии. И привезли оттуда голубей. И вот с ними болезнь. И вот они привезли всех больных голубей. И разошелся этот вирус. Это вирус. Это не микробы. Это вирус, который порождает практически 100% уничтожение любого и молодого поколения, и взрослого поколения голубей. То есть вот, пожалуйста, мы получили первый очаг вирусной болезни. Она, эта болезнь была первая отмечена, почему называется Нью-Касла. Это 1906-й город в Англии, город Нью-Касла. Было первое очень серьезное заражение всей птицы. Были уничтожены все куры, все голуби, все практически и домашние, и дикие даже животные были уничтожены. И она в честь этого города названа Нью-Касла. Вирус. Очень страшная. У нас сейчас микробная, вирусная война идет с животным миром. То есть и животный мир, и, будем говорить, даже крупный животный мир, это свиньи, коровы, лошади, и теперь птичьи. Все, мы полностью зависимы от прививок. А когда все начинают себя считать, что мы все великие голубеводы, не делаем прививки, я считаю, это ошибкой. И вообще, если бы у нас сейчас был клуб нормальный, мы просто бы заставляли это делать. Прививки, и мы, может быть, погасили эту болезнь, но пока делают только единицы. Те, которые любят, вот как вы сказали, опять слово любовь, любят своих, это считают членом семьи. Вот поэтому, может быть, я и создал столько голубей, чтобы не зависеть ни от кого, если делать какую-то выставку. Я сам могу сделать выставку, самую такую. И спокойно все показать. И спокойно все показать. И у меня здесь было три персональных выставки, вот в данный момент, вот на этой территории. Выставка «Самый главный судья голубевода». Именно на этом мероприятии становится ясно, правильно ли ведется селекция, соответствует ли голубь стандарту или нет. Когда питомец становится победителем, владелец ощущает гордость за своих голубей. Победы воодушевляют и заставляют работать еще лучше. Виктор Иванович, скажите мне, пожалуйста, в каких условиях у вас содержатся голуби? И вы так и не ответили, сильно ли они отличаются от тех времен, когда вы были маленьким мальчиком? Не то, что отличаются, конечно, отличаются. Голуби я имею в виду сейчас у нас в России. Но у меня поставлены здесь питомники. Мои голуби, как и раньше, были сильные. Потому что я их выпускаю, я гоняю их здесь около дома. Они с детства получают физическую нагрузку. Также у меня сейчас идет обязательно, все голуби проходят прививку, неоднократную прививку. Как часто вы прививаете селекция? Каждый год. Раз в год? Нет, но прививаю каждый год. И вот начиная, если я начну прививать где-то с 1 марта или с 1 февраля, у меня там график. Потому что я делаю прививки разные, и они требуют немножко времени. Например, есть прививка, которую можно только делать в течение, сделала если месяц, перерыв. Вирусные, микробные прививки очень опасны, если они совпадают вместе. И иммунитет у голубя не выдерживает, и он может умереть. Если все правильно делать, выдерживать сроки питания. Перед тем, как пропаиваем, сегодня у нас как раз вы попали в день прививки. Это последняя прививка в этом году будет. Это 1 августа. Я заканчиваю прививку и заканчиваю уже введение птенцов. 15 сентября у меня все прекращается. Рассаживаются самки, самцы. И остаются только некоторые голуби, которых я хочу погонять в лету. У меня сейчас в лету 2,5 тысячи голубей. Это летных. И где-то 2,5 – это те голуби, которые мне дают потомство. Это отобранные голуби, которые завоевали неоднократные чемпионы выставок. И все такое. Ну и это украшение моей голубяки. Я люблю красоту. Скажите, сколько у вас пород голубей? Сейчас, в данный момент, около 100. Около 100 породов. Расскажите, естественно, для того, чтобы вырастить либо хорошую птицу, либо хорошую лошадь, или собаку нужно начинать с правильной кормяшки, помимо вакцинации. Как вы кормите святую птицу? Как вы составляете рацион? И какие советы можете дать начинающему любителю? Ну, начинающему и вообще всем любителям могу дать. Самая главная основа содержания голубей любых животных – это корм. Это очень качественный, хороший корм. Вот тогда вы получите. Вы себя будете благодарить, если вы будете покупать хороший, качественный корм. И ваши питомцы вас отблагодарят. Чем отблагодарят? Своим здоровьем, потомством. Они не будут болеть. И то есть у вас будет всегда хорошее настроение. То есть мы его сами убиваем. То есть вы рекомендуете использовать нашу отечественную вакцину? Я вообще считаю, что в нашем России у нас все это отработано. Просто если она отработана на кур, куры – это немножко, ну, всеядные, они все едят. У них это, это. То можно разработать, как я разработал, уменьшить дозу вакцинации. Ну, пропорциональный весу птицы. Дозу, да, и дозу вакцинации, почему всеядные, а здесь у нас только злаки поедают. Ну, также мультивитамины, это голубь. Это вообще такое существо, очень нежное. И вода. Пирожки, конечно, вода. Так, о рационе, чем кормить? Чем больше будет компонентов, тем лучше для голубя. Как вы делаете? Ну, как я делаю? Я покупаю самый хороший корм, смешиваю здесь, зависимо, для какой породы какой корм. Опять нельзя сказать, что всех кормить только вот такой. У меня чайки, очень много голубей, которые весят всего, самый большой, 250 грамм. От 150 до 250 грамм. У них рацион должен, мелкий корм быть, очень должен быть без пыли, качественный корм. Ну, и самое главное, полезный корм. Это все понимают, если кто знает, что это покупать такой корм на птичьем рынке или где-то, чтобы он не шел на фураж. Фураж, там очень мало всех, ну, и злаков, и витамин, и клейкости. Самое главное – клейковидность и пшеница. То есть здесь надо, вот я заказываю, конечно, корм самых лучших сорта. Пшеницу беру с 30, от 28 до 32 процентов клейковидности. Голубеводы берут вот эту пшеницу дешевую, они думают, ой, дешево купил. А у них всего 16 процентов клейковидности. Представляете, голуби, сколько надо съесть, чтобы набраться витаминов, да. Он должен два раза съесть, значит, печеночка должна работать в два раза больше, всего в два раза больше. Или он съест качественного зерна в два раза меньше, значит, у него в два раза меньше работает желудочный, кишечный трактор. Каких направлений бывают голуби? Ну, голуби у нас всего в мире 4 направления. Вот у нас в России распространено это 3 направления. Это высоколетная, она самая распространенная высоколетная. Это голуби, которые летают над домом и показывают, есть голуби те, которые летают над домом и показывают количество, ну, ударов, так мы их называем, бойный голубь. Он показывает пируеты над домом, вот, чем больше он покажет пируетов, там, ну, у них продолженность полета, если хороший бойный, это около 4 часов. Если больше летает голубь, он не может показать ту самую прелесть, которую, я считаю, до 4, я думаю, все будут согласиться, потому что он работает, он всегда бьет. Есть голуби, которые летают над домом, это все одна и та же категория, летают над домом, но продолжительность полета у них есть 20... У меня есть голуби королевские, индийские, которые летают по 22 часа почти сутки без остановки. Вот они как пошли над домом, ночь пролетали и только спускаются. Если вы их, например, я их вот пугаю, например, согнал в 9 часов там или в 10, они могут опуститься только часов в 7-8 утра. Если сгоню позже, они на ночь обязательно остаются, потому что это породы голубей любят почему-то ночью летать. И самое главное, они не пропадают, они летают ночью, вот. А вот другие породы, когда остаются на ночь, теряются. Это есть такие породы, они восколетные считаются, тоже очень продолжительность полета большая, там, до 12 часов, до 13. Это наши пермские породы, белоголовые пермяки, гривуны, потом эти казанские гривуны, те, которые летают над домом, без перегоетов, без всего, просто над домом. Еще какая есть группа голубей? Еще группа голубей, это спортивные, те, которые летают на... На длительное расстояние. Они не летают, они прилетают с длительных. Немножко для человека надо приснивать. Они не летают, они прилетают от того, откуда их выпустили, домой. Находят дом, показывают большую скорость. Вот я являюсь пятикратным чемпионом нашей Москвы, Московской области. Голуби у меня прилетели даже с Берлина, второе место, самка. Да, а так, чемпионы, это Брест, Москва, это всегда чемпионы голубей у меня, очень хорошие голуби. То есть это спортивные направления. Спортивные. Спортивные. Они показывают эту скорость, расстояние, откуда их выпускают, и летят к дому. И есть голуби декоративные. Это самое то, что распространено в мире. Это любовь, знаете, прекрасную. Как художник нарисовал, например, картину, или как наши вот иконы. Мы смотрим, не можем глаз отвести. И вот так голуби есть. Такие красоты. Не описуем, не описуем оперение. Не описуем строение головы, черепной коробки, глаза. Вот это поведение. И вот это, конечно, любовь, да, она быстро проходит их жизнь. Потому что у них жизнь очень короткая, я считаю. Сколько голубей живут? Ну вот у меня голубей сейчас вот я даже подарил 14 лет. Это в моем содержании они, конечно, 14 лет. В других голубятных они столько не живут. Все-таки все зависит от содержания, от питания, от условий. Качество жизни. Так, как и человек. Получает качественные продукты питания, качественные, пьет воду. И он у него продолжительность жизни занимается. Физкультурой. У него продолжительность общения с хорошими людьми. То есть вот это все совокупность. Важно. Также продолжительность жизни. Я отдал вот в этом году самого лучшего своего голубя. Не продал, а подарил одному человеку. Ему 14 лет. Он дал ему сейчас птенцов. Он довольный. Это самый знаменитый голубь у нас здесь. Я думаю, даже и в мире. Это 1999 года рождения. Номер 3020. Спортивный голубь. Но, знаете, надо сказать, что мы не прекращаем с вами цикл программ. А в других наших выпусках мы как раз детально разберем все эти направления. Я думаю, для кого-то, для начинающих, увидев, услышав, даже те, которые держат голубей, немножко относились к ним лучше. Не просто как к голубям. Голуби – это наши, как назовем братья наши, меньшие, повторюсь. То, что мы за них в ответе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова